Здравствуйте! Мы сегодня с вами работаем с деревенской прозой XX века. Это период второй половины XX века, это 50-е и 80-е годы. И это целый большой, огромный пласт русской литературы, который так и называется деревенская проза. Почему такой период был выделен? XX век выдался непростым для страны нашей. И, конечно же, литература отражала всё, что происходило в жизни человека. Это и революции, это и репрессии, это и Великая Отечественная война, это и восстановительный период после войны. И к середине XX века стало понятно, что очень тяжело всё это проживало именно русская деревня. И писатели-деревенщики почувствовали, что надо как-то задержаться, захватить этот кусочек духовности, нравственности, который ещё остаётся в деревне, в людях, которые сохраняют деревенские традиции, и попытались отразить это в своих произведениях. Если мы будем говорить о конкретных текстах, то это Шолохов, но отдельный разговор предстоит о творчестве Шолохова. Это Можаев, Белов, это Солженицын у нас с вами была лекция, это Твардовский тоже был в другую лекцию у нас с вами, обращение к кинотворчеству. Это Распутин, это Белов, вот те авторы, о которых мы с вами сегодня говорим. Ну и, конечно же, роль крестьянства в годы Великой Отечественной войны. Отдельно у вас тоже была лекция, которая касалась поэзии прозы, военной поэзии прозы. И таким образом мы с вами сегодня говорим именно о нескольких авторах, но более подробно остановимся на Валентине Распутине. Но также я вам намечу основные ориентиры творчества других авторов. Авторов за этот пласт в литературе называется деревенская проза, писатели-деревенщики, но не в значении, что они там какие-то необразованные, а именно те, кто увидел нравственные ориентиры в русской деревне и призывал посмотреть, обратиться, вспомнить, запечатлеть в своём сердце, как-то вот именно откликнуться на то, что происходило в деревне. Перед вами высказывание Фёдора Абрамова, который говорил о том, что уходит целая культура. Как вы помните, в XIX веке уходила культура дворянства в прошлое, так в XX веке уходит деревенская культура, традиционные ремёсла, особенности крестьянского быта, и объединяется и язык в том числе. Поэтому авторы в своих произведениях особое внимание уделяли таким вот традиционно русским мотивом, описание природы, пейзажной зарисовки, какое-то более тщательное внимание к каждой деревенской детали, к каждому, к чему-то деревенскому, да, вот такому близкому, дорогому, родному. И, конечно же, многие из тех, о ком я буду говорить, они сами были выходцами из деревни, сами росли, воспитывались, и для них обращение к деревенской тематике в своих произведениях – это именно обращение к своим устокам, это память о своём детстве, это близкие воспоминания о том, что пережил каждый из них. И, будучи взрослыми, они вынесли в свою жизнь вот то, что впитали в детстве, но как это передать последующим поколениям, когда рядом уже нет, да, вот этих вот устоев, основ, нет этих привычек, да, это, конечно же, большой вопрос, поэтому тема преемственности поколений, взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего – это та тема, которая стоит в основе деревенской прозы. Первый автор, к которому мы обращаемся, это Фёдор Александрович Абрамов, выходец из деревни, который говорил, что я горжусь тем, что я вышел из деревни, и это автор, который описывал именно вот внутреннее, да, деревенское. Кстати говоря, многие из писателей-деревенщиков родились на Вологодской земле или Архангельской земле, то есть вот такие северные земли. Он не смог получить образование, потому что ушёл в ополчение, служил до конца войны, и затем уже закончил обучение после войны и заведовал кафедрой советской литературы. Его самое главное произведение – это роман «Братья и сёстры», где описывается, что происходило в обычной крестьянской семье, когда уходили мужчины на войну, и он описывает семью, в которой старшему мальчику пришлось в 14 лет быть чуть ли не главным работником в семье, и поработать и на колхоз, и на свою семью, где девочка лет 10-12 уже вовсю заботится о хозяйстве. Откуда она могла этому научиться? Блять за тем, как это делали её родители в мирное время, в довоенное время. Также перед вами здесь и другие произведения Абрамова, в частности роман «Деревня 70-х годов». Конечно, многим нашим современникам читать произведения писателей деревенщиков тяжеловато, потому что язык уже другой. и нет уже тех предметов быта, которые описываются там, и наши современные пятиклассники, даже слово «самовар» не очень понимают, что это такое. Мы им показываем многое именно на картинках. Я бы хотела обратиться не к большому произведению «Братья и сёстры», а к небольшому произведению Фёдора Абрамова. Фёдора Абрамова – это текст, о чём плачут лошади. Текст экранизирован, и мне бы хотелось некоторые моменты зачитать. «Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в своё далёкое детство, в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек, и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждый возле своего колышка». То есть мы видим, что здесь автор отражает свои детские воспоминания. Сюжет произведения не замысловат. У героя была его любимая лошадь, которая в годы войны погибла, скажем так, но погибла не от пули врага, когда она погибла в день победы, когда нужно было отметить чем-то победу, а ничего не было, и вот решили забить самую старую лошадь, и она вот так пожертвовала собой. Но была другая лошадь, которая уже в послевоенное время нравилась главному герою, рассказчику. Он часто брал хлеб, подкармливал лошадей. И вот однажды, когда он увидел свою лошадь, ржуху, он не понимает, почему у неё глаза на мокром месте, из глаз текут слёзы. В этом произведении лошадь дано правый голос, она одушевлена, она одухотворена, и лошадь рассказывает, что вот я была на тяжёлой работе, и там я узнала от другой лошади, что были времена, когда нас лошади называли кормилицами, холили и ласкали, украшали лентами. И когда я слышала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, в которые то и дело лупил на злой кушик. И мне легче, и богу легче было тащить тяжёлую косилку. Я спрашивала забаву, так звали старую кобылу, не утешает ли она меня, не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечное, беспечальное житьё. Она у меня уверяла, что всё это сущая правда, и что песни эти певала ей ещё мать, певала, когда она была сосунком, а мать их слышала от своей матери. И так эти песни про счастливые лошадиные времена из поколения в поколение передавались их роду. И Рыжуха поднимает глаза на главного героя и спрашивает, действительно ли так это было. Конечно же, мы здесь вспоминаем Маяковского, хорошее отношение к лошадям, когда лошадь упала, все смеялись. Именно герой Маяковского подошёл и сказал, что лошадь, Сима немножко лошади, то есть проявил какое-то сочувствие по отношению к ней. И лошади стало легко и весело, она вскочила, и снова думала, что она же ребёнок, то есть какие-то трудности могла переносить, легко, имея вот это доброе слово от близкого человека, и даже не близкого человека. Об этом же говорит Рыжуха, что вот когда я слушала, это мне было так намного легче. Но герой уходит мыслями в себя, что всё-всё правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. И дальше идёт описание того, как же это было раньше, и в этом описании мы слышим тоску по ушедшему. Были, были такие времена, и были ещё недавно на моей памяти, когда лошади дышали, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последний краю хлеба. Мы-то как-нибудь выдержим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра, нам не промыкать. А что делалось по вечерам, когда, наработавшись, за день лошадка входила в свой заулок, вся семья от малого велика выбегала встречать её. И сколько же ласково, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой любовью распрягали её, выхаживали, водили на водопой, скребли и чистили. А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проверить своё сокровище. Да-да, сокровище. Главная опора и надежда всей крестьянской жизни. Потому как без лошади никуда, ни в поле вы их не влезли, да и не погулять как следует. Ну и описывается, как и гуляли, да, лошадь помогала гулять. То есть действительно, это целый уклад, да, это целый мир, да, такой особый. И в других произведениях мы с вами тоже встречались с этим особым отношением к лошадям. Действительно, заботились о лошади, потому что без неё семье было не выжить. Первая игрушка крестьянского сына деревянный конь. Конь смотрел на ребёнка с крыши родного отцовского дома. Про коня-богатыря, просив кубурку, пел и рассказывал мать. Конём украшал, он подросший прял для своей сужены. Коню молился, ни одной маженицы не помню в своей деревне без Егория Побетоносца. И конской подковой знаком долгожданного мужицкого счастья встречала тебя почти каждое крыльцо. Всё, конь, всё от коня, вся жизнь крестьянская с рождения до смерти. Сколько деталей, да, вот быта наших предков мы здесь встречаем, да, действительно, игрушки делались своими руками из дерева. Первая игрушка это был конёк. На крыше родного дома был тоже конёк, да, украшал дом и считал, что он отгоняет нечистую силу. Рассказ, какие-то былины, да, мылинные истории. Всегда у богатыря был конь, да, просив кубурку, пищу, каурку пели. Вот. Подарок свои сужены делали своими руками прялку, потому что женщина пряла и как бы здесь сучила на нити, тем самым пряла, как бы вот продлевала жизнь своего суженого. Молился конёк, если мы помним икону Георгия Попедоносца, то Георгий Попедоносец на коне пронзает копьём змия. И поэтому ну, молился-то понятно, что делать здесь не конёк, это фарически так сказано, но тем не менее подкова на счастье, вывисела везде. То есть действительно уже давно забытые такие вот детали русского быта вспоминает герой. Эй, да что толковать о хозяевах, о мужиках, которые всю жизнь кормились от лошади. Я, отрезанный ломоть, студент университета, ещё накануне войны не мог спокойно пройти мимо своего кайка, который когда-то, как солнце, освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война, даже война не вытравила во мне память о родном коне. И вот читая такие произведения, да, вот деревенскую прозу, мы понимаем, насколько она терапевтична, потому что она приближает нас к нашим корням, к той генетической памяти, которая есть в каждом из нас, да, и вот читая мы как бы, как будто бы мы восполняем вот те лакуны в нашей памяти, которые ещё останутся. Вот, но скажу, да, чем закончилось всё, он ничего не сказал лошади, да, сказал, что, а, нечего себе забивать голову, вот, и ушёл. говорят, что натяжуете хлеб, но лошади не жевали привычно хлеб, они задумались, да, об этом. Вот, это, конечно же, проекция на человека, который должен задуматься о том, да, что он потерял свои родные корни, потерял свою связь между поколениями, а если человек забыл своё прошлое, то у него нет и будущего. Ещё один автор, к которому мы обращаемся, это Виктор Петрович Астафьев, это тоже писатель-деревенщик, и у него написано очень много произведений, он во многом получил свою какую-то вот, ну, основу, базу от бабушки, Екатерины Петровны, и в его творчестве воплотилось две темы, это военная тема и деревенская тема, и именно деревенская тема связана с книгой «Последний поклон», и в этом произведении образ бабушки очень значим, да, на предыдущем слайде было показано, почему. Вот. Также мы, читая произведение Астафьева, видим русский, да, природный характер. Ну, вот если мы, давайте поговорим о произведении «Последний поклон». Книга автобиографическая. В центре бабушка, который я, и главный герой, рассказчик, который приезжает так к своей бабушке, она ему говорит о том, что она вот скоро чувствует, что умрёт, и ты должен меня похоронить. Вот. Но с работой, и действительно так и происходит, бабушка умирает, но с работы его не отпускают, потому что с работы отпускали только на похороны родителей, и всю жизнь он остался вот с этим вот чувством своего неотданного долга с ощущением неотданного последнего поклона. И именно за... То есть здесь вот очень явно видно противопоставлению города, да, и деревни. Есть традиции, есть устои, но у города свои законы, и эти традиции устои ему ни почём. Какие-то директивы, какие-то предписания, а нет внутреннее тёплое, да, чутьё, которое должно быть у человека. Вот. Также и спектакль по этому произведению. Следующий автор это Василий Иванович Белов, который говорил, не любить крестьянство значит не любить самого себя, не понимать или унижать его, значит рубить сук, на котором сидим. Что, впрочем, мы нередко делали в прошлом, делаем не без успеха и теперь. Василий Белов из Вологодской области, и он подробно в некоторых своих текстах описывает свою жизнь. Начинал он с публикации своих стихотворений, но постепенно у него сложилось такое прозаическое творчество, было опубликовано несколько рассказов и несколько сборников его рассказов. Обычно называют повесть «Привычное дело», она самая известная у Белова. Затем есть цикл плотницких рассказов и так далее, но вот я бы обратилась к рассказу «Скварцы», кратко характеризовав текст «Привычное дело». Значит, здесь в центре жизнь, семьи, которая живет, трудится, многодетность и показаны их простые человеческие отношения, земельная любовь и говорится об этом «Привычное дело», в общем, «Привычное дело», как живут обычные люди обычной жизни. Рассказ «Скварцы», небольшой рассказ, небольшое произведение, он связан с такой внутренней, да, Зарисовской ребенка, который лежал, болел, но в семье были свои традиции, да, вот он смотрел в окно, вот зима там началась, да, и земля покрылась белым снегом, вот там очередной, да, какой-то момент до их жизни, и надо делать вот скворечник, и отец, как всегда, делает скворечник, но ребенок лежит, он как бы участвует в этом, скворечник повесили, вот, и ребенок наблюдает за, из своего окна за тем, как скворцы появились, так как они там завели яички, но появился кот, который разорил гнездо, да, и мальчик, хотя у него были больные ножки, вскакивает, потому что хочет этого кота прогнать, да, и отец обещает ему, что сделает более крепкий скворечник, к птичке, но птички, конечно же, нанесут новые яйца, так всегда и бывает, небольшая зарисовка, нет какого-то конфликта, да, явного, каких-то сильных страстей, в этом судьбе Луго, и многие его рассказы именно такие, да, простые, также советский зритель знает, целуемся, зори, фильм, в котором показаны характеры крестьян в своей, да, во всей красоте и простоте, следующий автор это Борис Мажаев, автор, который призывал к возрождению деревни и верил в возрождение деревни, говорил о том, что пора проснуться, пора понять простую истину, всё начинается с земли, мужик должен возродиться, да, и так далее, и многие наши современники тоже сейчас говорят о том, что акцент, да, должен быть на простую русскую землю, на сельскохозяйственный труд, вот, но вот эти вот идеи были не на вы, значит, произведения, которые обычно изучают, да, которые читают, связанные с Соможаевым, это «Живой», это, а также «Хозяин тайги» и произведения, в которых, ну, не буду подробно здесь останавливаться, для которых была свойственна та самая простота, но с ноткой дровоучительности, потому что главный герой, да, Фёдор Кузькин по прозвищу живой, много что прошёл, и тюрьму прошёл, и голод прошёл, и войну прошёл, но он, как тот самый Платон Каратаев, да, катится, катится, перекатится, живёт, да, своей жизнью, своей правдой, и решается пойти на неслыханное дело, хочет выйти из колхоза, хочет жить по-своему, вот, мысли довольно здравые, и мы с вами уже сегодня, глядя на, ну, осмысляя, да, историю с нашей сегодняшней точки зрения, конечно же, понимаем главного героя, понимаем суть, натуру, нутро, нам не кажется этот текст и этот герой таким уж новым, да, но именно потому, что прошло, вот, прошло время, а для современников Можаева это, конечно, было неслыханное дело, да, очень яркое, вот, мужики и бабы, известный текст Можаевой, и хозяин тайги, который тоже экранизирован, тоже многим знаком, и автор творчества, которого мы с вами поговорим более подробно, это Валентин Григорьевич Распутин, выросший также в деревне и считавший своей обязанностью рассказать о том, как он, как он помнит эту деревню, запечатлеть ее, оставить ее. Первый текст это уроки французского, но я думаю, что вы, многие помните его, о том, как мать Башковитова своего ребенка отдает учиться дальше, но живет он один и голодает, ему приходится играть на деньги, чтобы себе стакан молока покупать. Учительница видит голод на ребенка, хочет его накормить, приглашает домой заниматься французским, но ребенок, конечно же, отказывается от посылки, отказывается от всего, вот, и учительница придумывает игру на деньги, за которую застает их директор и увольняет, да, педагога, мальчику, потом приходит посылка. Это история не только нравственная, это еще и как показать, как жили, как тяжело, да, как непросто жили люди и как тяжело давали знания человеку, как важно было учиться и сколько испытаний было на пути у маленького ребенка, да, который понимал, что и мать последняя отдает, да, но у него ворота и учительница, да, пожертвовала, получается, собой, вот, и он вырос, да, пишет это произведение биографическое, которым как-то вот внутренне, да, передает дань уважения своим учителям, своим педагогам. Еще один текст, о котором хотелось бы поговорить, это «Живи и помни», это тоже, да, такая мощная экранизация, это очень сильное произведение и фильм тоже впечатляющий. За эту повесть Распутин получил государственную премию СССР. Главный герой Настена и Андрей и в военное время, во время Великой Отечественной войны Андрей уходит служить, но получает ранение, и когда он ранен, он отправляется в госпиталь, и в госпитале думает, что после восстановления он на какое-то время приедет домой, но ему сказано было вернуться на фронт. и герой этого надломило, он бежит от войны, скрывается, война закончилась, он продолжает скрываться, тайно приходит к своей жене, до войны у них не было детей, и тяжело, Настена переносила то, что нет детей. Когда война закончилась, все радуются, она понимает, что это как будто бы не ее победа, потому что ей приходится скрывать мужа дезертира, она пытается уговорить его выйти, но он говорит, нет, за дезертирство расстреливают, она несет свой крест, отправляет ему еду, приезжает к нему на остров, пытается приехать. Она беременеет от него, и ползут слухи, что она забеременела от своего родного мужика, и к ней пристают с тем, чтобы она заставила, чтобы она выдала его, где же он находится, и она беременная, понимаете, она уже устала, замучилась вся, и она прыгает в воду, и погибает. Несла долго на этот крест свой, крест, не выдала своего мужа, который дезертировал, а для мужа это наказание, он очень хотел этого ребенка, и говорил, где-то только роди, любую цену и только роди, в этом и есть смысл, продолжение жизни, но если ты сам не живешь, ты оказываешься наказанным тем, что смертью своей жены и своего нерожденного ребенка. Еще одно произведение, это «Прощание с матерой», это произведение тоже написано Распутиным на конкретных фактах, он написал очерк «Верх и вниз по течению», где герой очерка плывет, значит, на теплоходе и узнает о том, что здесь была родная деревня, она уже затоплена и на дне осталось и кладбище, огород, и все осталось на дне, это реальные факты, действительно, и в Вологодской области есть водоемы, где сейчас, мне кажется, уже от времени наверное крест покосился или наверное уже как-то сломался, но одно время прямо из воды торчил крест, потопленная церковь, то есть это реальные факты и повесть была опубликована и вызвала большой резонанс, и так прощание с матерой, само слово прощание, с одной стороны прощание как бы до свидания, матера это место, которое нужно затопить, потому что построена ниже ГЭС, гидроэлектростанция и матера маленькая деревенька на пути этой гидроэлектростанции и скоро должна вода закрыть все это место, все это пространство. Это и прощание с этим местом, но и прощание, то есть прости, а матера это и мать, земля, материк, то есть то самое близкое, родное, то есть это одновременно и остров и деревня. Долго там жили крестьяне 300 лет неторопливо, без спешки идет жизнь на этом острове и за те 300 лет многих людей сделалось счастливыми матера. Это небольшая деревенька, но люди там были счастливы, конечно же, там было и кладбище, и мельница, которая маловую муку, и огороды были построены у людей, кругом такая благодать, такой покой и мир, с таким чистым перезвоном на камнях катилась от гора, и все казалось прочным, до 300 лет это стояло, одни поколения сменяли другие, и все были счастливы в этом, казалось бы, благословенном уголочке. Но уходит матера, уходит душа этого мира, матера представляет собой не просто уголочек, не просто островок, но как такой островок духовности, нравственности и чистоты. Многое повидала на своем веку, знала и наводнение, но такое впервые, да, остров нужно затопить. За рекой построили новый поселок, а вот жители должны привезти туда. Жителям, конечно, поселок не нравится, но кому-то нравится, кому-то нет, кто-то, кто помоложе, с радостью, да, пришли в эти новые квартиры, им понравилось, а те, кто постарше, да, во-первых, они не могут уйти от своих родных могилок, не могут уйти от своей избы, потому что изба, она как живая, за ней ухаживали, она хранит туда память, то есть дом как символ хранения рода, вот, но страна идет вперед, да, СССР строится, расширяется, стране нужна была электроэнергия, поэтому реки поворачивались спять, строились заводы, гидроэлектростанции, вот, и когда строилась Братская ГЭС, то многие деревни попали в зону отопления, и Матера ожидала то же самое, то есть, ну, мы видим, что уровень воды должен быть, да, разный, вот, много песен, да, было посвящено Братской гидроэлектростанции, она здесь перед вами, но, опять-таки, да, мы сталкиваемся с традиционным мотивом русской литературы, не знаю, в слове Пауку Игореве, в медном садике, да, есть простой человек, а есть амбиции, интересы страны, правителей, государства, и вот здесь вот старуха Дарьи, высокая, поджарая, строгое лицо с провалившимися щеками, она, казалось бы, мужественно воспринимает эти события, но она их не воспринимает, она не может их принять, да, и когда сжигает мельницу, Дарья прибегает прощаться с ней и не понимает, да, за что, да, за что такое, почему помешала мельница, вскоре она христовенькая, хлебушка нам перемолола, для Дарьи мельница нечто живое, это то, что вскормило не одного человека, а христовенькая, хлебушка перемолола, мы видим отношение к предметам быта, наделенным, вот именно, да, духовностью, силой какой-то, да, и Дарья переживает, она несет, как бы, крест, ох, нелюди мы, хотя не она же это, да, совершает, но она чувствует, вот эту ответственность за людей, да, за народ, более никто, и она, как покойника обмывает, да, перед тем, как захоронить его в землю, она начинает мыть свою избу, набелит ее, моет, намывает, оплакивает ее, и изба, как будто бы понимает ее, как будто бы проникается вот этим вот настроением, прощание, печали, да, то есть кто-то убежал, оставил матерую, сжигает свой дом, все подряд сжигает, почистую, кто-то просто в спешке собирается, и все вверх в дом, в этом доме, для Дарьи, дом живой, он должен быть в порядке, и даже умирающий дом, он должен быть, как бы, перезахоронен, да, дом собирается сжигать завтра, вот, и Дарья простилась с домом, намыв его, да, она намывала его, чтобы проститься с ним, идет куда, не знает куда, просто идет и идет, и очень долго не могли ее найти, авторы вводят даже мифических, два мифические образа, это хозяин острова, так называемый, да, который понимает, что будет, но ничего не может изменить, да, он последний хозяин этого острова, в противовес Дарьи, показывает Петруха, который сжигает свой дом, берет только гармошку, да, дом пылает пламенем, вот, мать оставил без крыши, без горки хлеба, любимый самовар превратился в опламленный слиток, то есть не, тяжело очень, да, вот взрослому поколению прощаться со своим домом, ну вот, горько, да, горько, и второй мифический образ, богодум, который приносит весь старухам, да, что мертвый грабит, пришли убирать могилы, готовить их к потоплению, снимать кресты, чтобы их начали сжечь, убирать столики, убирать оградки, и тоже старухи, да, побежали, и все кресты стали ставить на место, да, более того, Матриона, Дарья, просит, чтобы сын перенес могилки, да, и для сына, ну, сын сначала согласился, что да, да, но потом уезжает по делам, и, конечно, могилки никто никуда не перевозит, ему так, ну, интересно посмотреть, что стало с человеком за 30-40 лет, после того, как его похоронили, но отказ, в общем-то, могилки никто, да, никуда не переносит, вот, последний сенокос на Матюре, как горький праздник, хотя вспоминается, когда это был действительно праздник, да, подготовка, уборка чего-то, и описывается огромный листвень, да, дерево лиственницы, да, но он листвень, потому что он могучий, царственный, сильный, стоящий, как бы возвышающийся над всем, да, и он приобретает тоже мифическое такое вот значение, потому что топор отскакивает от него, пила его не берет, да, огонь к нему не пристает, то есть как бы сама природа, да, охраняет, вот, царственный, да, свой листвень, невозможно без него было представить Матюру, да, и вся жизнь Матюра была с ним связана. Это произведение очень важное, потому что это повесть предупреждения о том, что в погоне за научно-техническим прогрессом мы иногда забываем самое главное, человечность, да, и человеческое, забываем саму природу, да, вот эти вот корни, которые мы обращаемся, ну, и, конечно, мы видим отголоски, да, когда это было написано, вот сколько лет назад, и мы видим отголоски, сейчас, да, ну, не знаю, хотя бы в поисках тех же натуральных продуктов, которые стараются, да, найти, для себя, вот, и Распутин говорил, что он не мог не написать о том, матюру, да, и это одно из главных его произведений. В конце текста нам описывается туман, да, который заполоняет все, и женщин поехали искать, они сами остров не покинули, ну, и автор нам не говорит, нам непонятно, да, чем заканчивается текст, но, скорее всего, мы можем предположить, что женщин все-таки нашли, и их вывезли с этого острова, да, но они там оставались до последнего, сколько было можно, вот, а матера, получается, исчезала, и туман сплошной стеной, вообще, вот этот образ природы, который ставит стену, ну, это тоже вспоминается «Война и мир», помните, «Бороденское сражение», где дождь стеной, да, стоял, как бы говоря, людям опомнитесь, очнитесь, и вот этот вот туман, это как символ того, что умы, да, людей, они как бы затуманены, да, люди, опомнитесь, очнитесь, раскроете свои глаза, и ищите пути не резкого, да, ломающего перехода, а какого-то, да, ну, нравственного, более, что ли, морального, да, здесь, вот, и дверь эта распахивает именно богодол, да, и тоскливый вой, который слышится, вот этот тот самый вой по ушедшему, прошлому, по, нашим корням и нашим встокам. Снят фильм, который называется «Прощание». Вот кому интересно посмотреть, это уже люди, которые снимали этот фильм, они вот вкладывали в него всю душу, и это было тоже, как их такое своеобразное завещание, своеобразная память об истории о наших предках. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok